Богооставленность не чувствуем человеком в его жизни. Богооставленность является следствием греха, потому что человек разрывает свои отношения с Богом через грех. Не видит его, не понимает, не познает его. Например, в книге пророка Осии есть удивительные слова как раз о том, как грех мешает человеку познать Бога. Дела их, он имеет в виду блудные дела, впадающие в грех против седьмой заповеди жители Израильского царства. Не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них и Господа они не познали. То есть, когда человек грешит, он может воспринимать это как богооставленность, как непонимание Бога. Он даже обратиться к Нему не может. Но богооставленность бывает и по другим причинам. По каким? Во-первых, по гордости подвижника. Если человек даже любит Бога, но не преодолевает свою гордыню, а все свои добродетели, молитвные труды и подвиги складывает в копилку своего тщеславия и своей гордыни, то Господь такого человека оставляет. Оставляет, человек падает в грех. Святые отцы говорят много очень раз, говорят о том, что чаще всего это грехи против седьмой заповеди, потому что они особенно остро ощущаются человеком как нечистота. А вот слова священного Писания «нечист пред Господом всяк высокосердный», то есть, человек с высоким сердом, гордый, что Господь воспринимает гордость как нечистоту, мы это не чувствуем. Поэтому Господь попускает человеку падать в очевидный грех для того, чтобы человек смирился. Потому что смиренный человек, даже сделавший тяжкий грех, но искренне раскаившийся, значительно ближе к Богу. И поэтому мы видим, как в Евангелии Господь и говорит, что блудницы мытари, обращаясь к книжникам, говорят, вперед вас идут Царство Божие. И мы видим, сколько этих людей, живущих грешно, но приносящих покаяние и меняющих свою жизнь, услышали, увидели, полюбили Христа, в отличие от праведно живущих книжников, которые, наоборот, Христа распяли. Богооставленность бывает и промыслительная для того, чтобы окружающие люди увидели силу подвижника. Так было с Иовом, так было с Антонием Великим, так было с преподобным Силуаном Афонским. Антонием Великий даже упрекнул Бога однажды, Христа, ему было так тяжело, и на него были такие нападения, что он изнемог полностью, какие демоны нападали на этого дивного человека. И он спрашивает у Христа, где ты был, когда я кричал к тебе, мне было так тяжело. Христос отвечает ему, я был всегда рядом с тобой, и пока в тебе были силы, я видел, что в тебе есть силы, я не вступал в борьбу. Богоставленность является славу человека, который работает Богу не потому, что ему хорошо, приятно или сладостно, а просто потому, что он любит Бога в любых обстоятельствах. Особенно удивительно, эта любовь, как верность, проявляется Богу в жизни святого праведного Иова. Его книгу отдельно можно читать. И удивительно, вот это терпение, скорби и страданий, которое, по слову апостола Павла, рождает опытность, по-славянски, искусство, искусство духовной жизни, является плодом этого терпения. Самая удивительная, самая таинственная богоставленность, это богоставленность Иисуса Христа по человечеству на кресте. Когда он кричит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот это исполнение слов пророка Исаии, наказание мира нашего на нем, он был мучен за грехи наши, более всего было мучительно для Иисуса по человечеству именно в части оставленности, потому что все грехи человечества мы даже представить не можем, какую рождают бездну отчаяния, как Бога оставленности в человеке. И Христос это преодолевал своей верностью замыслу Отца, его благословению, тому пути и тому служению, которое Отец ему благословил совершить на земле. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok